Человек, люди, человечество Мы называем себя людьми, но давайте разберёмся, кто мы на самом деле. Нам кажется, что наша жизнь – это нечто уникальное, но что конкретно уникального мы в ней видим? С момента рождения до самой смерти мы проходим жизнь, которая делает нас лучше или хуже. Каждый момент, каждая встреча, разговор, человек, ситуация, фраза кем-то брошенная – всё это остаётся в нашем подсознании. Мы действуем исходя из прошлого опыта, который получаем в детстве, опыта, который влияет на всю нашу жизнь. Если ребёнок растёт в семье алкоголиков и его окружают люди подобного мировоззрения, где вероятность того, что, став взрослым, он не начнёт пить? Вся наша жизнь – это отражение внешнего мира, а внешний мир – это наше внутреннее отражение. Чтобы понять это, нужно увидеть воздействие рекламы, моды, СМИ на жизни людей. Одинаковые одежды, одинаковые повадки, одинаковые сценарии в жизни, где даже одинаковые проблемы в семьях. Каждую минуту, каждый день мы делаем выбор. Выбор между становиться теми, кого мы видим на экране и в журналах – отражением людей, которых мы знаем, жить их жизнью, либо действовать по своему сюжету и идти своим путём. Наше общество стало нацией потребления. Мы заботимся о своей одежде, своей машине, своём доме, своих родных. Но нам наплевать на то, что происходит в других домах, с другими людьми, наплевать на чужих детей, животных и их жизни. Мы потребляем с ещё большим усердием, покупая вещи, машины, украшения. Смотрим бесконечно глупые фильмы и сериалы, лишь бы не оставаться наедине с собой и не сталкиваться с нашими внутренними демонами. Но эти демоны проявляются во внешней среде. Мы не хотим видеть себя теми, кто уничтожает планету, покупая всё больше пластиковых вещей, кто является источником вырубки лесов, покупая всё больше мебели и бумаги, теми, кто является источниками голода в мире, потребляя мясо животных, для прокорма которых используют более 75% всех вырученных злаков в мире, теми, кто является источниками войн, всячески поддерживая правительство в уропатриотизме, наращивании военных сил, поддержании вторжения и бомбёжки других стран. Так почему же мы удивляемся, когда получаем продукты, которые отравлены пестицидами, получаем болезни от неправильного питания, получаем загрязнение среды от своего пособничества этому и получаем войны от своего молчания? Разве это не наш выбор? Но человек – это не только плохое. В нас есть вещи, которые стоит ценить. Милосердие, сострадание, понимание, любовь. Но этого так мало. И любое проявление этих качеств высмеивается обществом. Мы хотим быть красивыми, стильными, модными, богатыми. Но мало кто стремится к хорошим качествам характера, работе над собой и духовному росту. Мы готовы брать, но не отдавать. Каждый человек в своей жизни должен задать себе вопрос «Кто я?» и начать искать ответ на него. Человек – это не национальность, не гражданство, не тело и даже не ум. Человек – это нечто большее за гранью материальных концепций. Ты един с этим миром. Так делай его лучше, как внутри, так и снаружи. Нет чужих людей, нет чужих детей, нет войн, в которых мы не участвуем. Сохранение природы заключается не в том, чтобы мы посвящали один час в год на её защиту, а в её ненасилии, невмешательстве в экосистемы Земли. Если человек откинет ложные концепции войн, ненависти к другим народам, людям, соседям, родным, животным, растениям, и попробует понять, что он часть этого мира, а не его центр, тогда приходит осознание, что нужно беречь людей, беречь природу и мир. Фальшивые лозунги становятся пустышками, а модой и трендами шурой. Остаётся только внутренняя гармония, направленная на сострадание к этому миру, любви к нему. Ведь этот мир и есть я. Весь наш опыт будет складываться в один пазл – картинку, которую до поры до времени мы не сможем увидеть. Но придёт время, и эта картинка станет настолько явной, что закрывать глаза уже станет невозможно. Однако нужно помнить и следующее, что эта явная картинка также часть чего-то большего. Наш опыт – это незаконченный сюжет, это бесконечный фрактал, у которого нет начала и конца. Наша задача – лишь осмыслить момент. Момент здесь и сейчас. Ты всё, что есть, было и когда-либо будет. Твоя жизнь – это не итог, это путь. Пройди его, сделав лучше, сохранив и приумножив то, что уже есть. А главное – сделай лучше себя.